МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уж лучше бы мы сразу поехали к моему деду. Я о себе не прощу, если не попрощаюсь с ним. У него два Георгия, а какие у него друзья. Ладов, Кантемир. Да ты их просто не знаешь. Дедушка Дадо, здравствуй. Кошер, где ты? Посмотри, кто к нам приехал. Посмотри, кто к нам приехал. Махазар. Камар. Меня уже в армию забирают. Какая еще армия? У нас одна армия. Его надо было раньше призвать, чтобы он вспомнил о своем дедушке. А это кто такой? Мой друг Сослан. Вместе служить будем. Ну что ты стоишь, старая? Шевелись. Хорошо. От радости онемела. Это только я его могла терпеть 50 лет. Ах, святая ты, тетушка Кошер. А я говорю, это было не так. Нет, это было так. Ты все споришь. Это ты всегда споришь. Кантемир, все знают, что ты говоришь больше всех в селе. Опять вы спорите. Им нельзя сидеть рядом. Не спорьте, плодом, кантемир. Я больше не буду. Молодой человек, как имя твоего отца? Махар. Махар Цупанов. Махар. Не знаю, не помню. А как имя твоего деда? Мотас. Мотас Цупанов. Мотас Цупанов? Это же внук Ботаса Цупанова. Я хорошо знал твоего деда. Старший, не забывай своего тоста, а. Сидите, сидите. Сегодня в этом доме торжественный день. Дадо провожает своего внука в армию. С этого же дома мы провожали на фронт его отца. Он не опозорил нас, как он сидел на лошади. Каким он был наездником. Помнишь, Дадо, когда мы его провожали, он двадцать раз поднял этот камень. Время быстро ушло, но я все помню. А мал этот камень не поднимет. А я говорю, поднимет. А я говорю, не поднимет. А я говорю, поднимет. А я утверждаю, не поднимет. Опять ты споришь? Кантемир, я оставил дома людей с поднятыми руками. Это как? Как? А вот так. Ты прав. Мы сюда не камни поднимать пришли. Давай лучше поднимем наши бокалы. Совершенно верно. Истину говоришь. А я говорю, поднимет. Не поднимет он. Внучок дорогой, подними этот камень двадцать, двадцать один раз. Ну, Дадо, надо. Пусть все видят. И Кантемир больше не спорит со мной. Иди, подними, дорогой мой. Внучок, давай, давай. Покажи, какой ты мужчина. Кемар, только не тот камень, самый большой. А ты смотри, Кантемир, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Что он считает? Его отец одной рукой поднимал этот камень. Как одной рукой? Одной. Ты все забыл. Кантемир, ты это придумал. Он двумя руками поднимал этот камень. Он одной рукой поднимал. Ничего я не придумал, Кантемир. Кантемир, что он с вами сделает, кто одной рукой поднимет этот камень. Давай, давай, давай. Только, только одной рукой. Да, давай, давай, давай. Одной. Конечно. Поднимай его сразу. Ну, подними еще раз. Он нас опозволит. Интересно, он на лошади скакать может? Ничего он не может. Разве они в армии камни будут поднимать? А кому они там нужны такие? Дадо, ну что ты все ходишь? Скажи хоть слово. Я тут думаю, письмо надо написать. Какое письмо? Министру. Он нас поймет, иначе действительно позоримся. Я говорю, ничего не получится. Кантемир, сам не думаешь. Не мешай думать человеку. А что нам делать? Мы так ему и напишем. Дорогой министр. Какой он тебе дорогой? Надо дорогой. Человеку приятно будет. Дорогой министр. Пишут тебе три старика. Дадо, Ладо, Кантемир. Живем мы в одном селе все. Батакаюрт называется. Из Саплиев наш генерал здесь родился. А ужису ты помнишь. Мы тоже воевали на трех войнах. До генералов не дошли, но головы свои не опозорили. Эй, Дадо, не забудь про международную обстановку. Какую обстановку? У тебя язык длиннее твоего имени. И не хотим, чтобы внуки опозорили нас. А они лозу нас какую не умеют срубить. Вот мы и старики просим тебя. Дай нам месяц, потом забирай. Я согласен. Поделим должности. Дадо, ты отвечаешь за военное дело. Я буду комиссаром. А ты, Ладо, моим адъютантом. Никогда, Ладо, у Кантемира не будет адъютантом. Никогда. Ладо, больше дыма. Создай боевую обстановку. Я тебя знаю. Помолчи. Ладо, Кантемир, не спорьте на полигоне. А вы кругом. Ай, два. Налево. Ай, два. Налево. Куда вы торопитесь? Эх, я оскорбил людей, дав тебе человеческое имя. А тебя бы, Сослан, за такой поворот Будённый послал на конюшню. Дадо, ради бога, отпустите Сослана. Он тут ни при чём. Кантемир! Закрой свою трубу. Посмотри на своих вояк. На кого не похоже, а? Солбады, 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 солбады. Выше головы солдатушки! Если человек испустит дух, его можно взять голыми руками. Его не должен забывать об этом. Поэтому не падайте телом, а духом упасть я вам не дам. Вот. Ну и речь не произёз, комиссар. Как всё сначала? Разве ещё не всё? Кантемир сказал всё сначала, знаешь сначала. Что вы надымили на всё село? Мальчики приехали отдохнуть, а вы их замучили. О, шер, за военное дело отвечаю я. Куда ты, камам? О, шер, видишь, что получается, когда женщина вмешивается не в своё дело? Слазь, говорю. Нет, не могу больше. То есть как не можешь? Что ты там делаешь? Вот твои сапоги даду. Вот, сыны Кантемира. Я с вами больше не играю. Кантемир! Где твоя дисциплина? Наведи порядок! Это твой внук или мой внук, а? Можешь зайдёте отдохнуть, а то замучились. Кантемир, ты должен думать, ты комиссар. Ты не можешь обучить их военному делу, при чём здесь я? А я вам скажу, вы оба ничего не можете. Кожер права, вы их просто мучили. Нельзя доточить кинжал, рассекаем воздух. Оружие куют не для того, чтобы убивать тебя. Пойдёмте в дом, нам всем надо пособещаться. Надо всё посудить. Может, хватит прощаться? Ещё один день, и нас признают непригодными. Я говорил, поехали к моему деду. А теперь, на кого мы похожи? Как дети подземелья. Пойдёмте с ними. Ты знаешь, это хорошо, что мы сбежали. Еще один день я бы лично не выдержал. Чего еще? Может, все это напрасно, а? Вот ты даешь, старик. Ты понимаешь, да дом меня никогда не простит. А что я своей матери скажу? Только без меня. Договорились? Постой, подожди, но вернемся только на один час. Значит так, при побеге солдата с поля боя не принимаются во внимание никакие смягчающие вину обстоятельства. Ибо не может быть у дезертирства оправдания. Дадо! Что еще? Ты кем на войне был? На какой? На последней. Солдатом. Какое же ты имеешь право нас на вахту сажать? Мы еще присяги не принимали. Нет. Министр мне даст время, чтобы я выбил из ваших голов эту дуль. Такие, как ты, отвлекают его от важных дел и подрывают оборонную мощь страны. Что? Что? Дедушка Радо, он тебе не ответит. Если он будет каждому отвечать, то когда же он будет работать? История мировых войн оставила человечеству несколько примеров. Многие жизни были погублены. Многие погублены. Смерть и кровь. А ведь эти многие могли жить честно и делить хлеб. Делить хлеб с людьми. Но их подвели такие, как вы. Молодец! Могу. Слушай, только меня. Делаешь вот так. Садишься в седло, ноги шире. Садишь ниже. Помни, скакун и наездник разные вещи. А потом сабли рубишь направо. Потом налево. Раз. Два. И... Понял? Понял. Тогда практически. Я готов. Помни все мои советы. Лошадь это лучший твой друг. Теперь смелее. Не подведи меня. Посмотрим, кто из нас лучше учит. Я или Кантемир. Смотри, не свали с лошади, сосла. Вперед, вперед. Ну, вперед на штурм. Я был еще гренадером Лимбарди. И ты не имеешь права меня опозорить. Молодец, сосла. Хорошо сидит. Моя школа. Будто он в седле родился. Как он грациозен, а? Он друг моего внука? Грациозен. Он же солдат, а не балерина. Мы утерли тебе нос, Кантемир. А теперь пусть попробует еще раз Камал. И попробуем. Ну-ка, давай, Камал. Так, загоните мою лошадь. Ничего с ней не будет. Камал, главное, чтобы она почувствовала, что ты хозяин, а не она. А она знает, у нее кто хозяин. Смелее. Уверен, не держись в седле. Он, видно, никуда не торопится. Вперед, Камал, голубом. Ай, увредим очка за ноги. Ладона меня куда-то несет. Куда она его несет? Куда он направляет? Вот так убьется. Держись, Камал. Держись. Упадет. Упадет. Ай, грациозно он вот так. Я его не сломал кости. Держись, Камал, не бестыщик. Что ты за глядьем пошел? Эта школа Ладо, при чем здесь лошадь? Ладо, мой дед всегда говорил, отрекайся женщину в доме, а лошадь в поле. Ищите здесь. Ищите его здесь. Он все-таки упередет. А, вот его нога. А вы, что вы делаете? Вот такой. Камал, как ты поднаделаешь? Какой я Камал? А где Камал? Упал сюда. Камал, какого суда у вас? Куда он был подеваться? Я здесь. Да, Ладо, не сердись. Ну, сам подумай, при чем здесь моя лошадь? Она у тебя безмозглая. А, это потому, что она сбросила твоего внука, да? Мы хотим научить вас понимать друг друга. Ты постарайся понять меня. Если я даже не так скажу, да. Вот видишь, я оторвал веточку. Она скоро умрет, потому что ее корни остались там. Наши корни тоже в этой земле. И твои, и мои. Да, любого человека. Без них мы не можем существовать. Да. Ни ты, никто не может существовать без этого. Вот посмотри. Сколько деревьев. А одинокое гибнет. А вот посмотри. Они поддерживают друг друга. Да, какая красивая сила. Когда человек любит, верит в людей, он горд, бесстрашен и красив, как эти горы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие сельчане, Сегодня у нас торжественный день Наши внуки сдают выпускные экзамены Пусть мы вас не тому учили Что делать, мы знаем Сегодня у нас в армии Много есть танков, ракет Самолетом Но слава любого оружия идет вот от этой шашки Как слава любого воина идет от его родины Верно говорю, сельчане? Верно, верно Приступим к экзаменам Камал Бери билет Билет номер пять Теоретический вопрос Когда, где и за что Мой дедушка Радо получил второго Георгия Практически Отдача приветствия шашкой Ну что ж, начинай, начинай Интересно тебя послушать Значит так Второго Георгия мой дедушка получил Во время Брусиловского прорыва в 1916 году Во время одной из атак немцы предприняли контратаку Против Кавказского корпуса Положение было критическим И тогда Дадо Кадзов, то есть мой дедушка С криком ура бросился на врагов За ним пошли и другие Его, то есть моего дедушку Тяжело ранило И вот уже в госпитале ему присвоили Второго Георгия за храбрость А про деда он знает За 10 шагов повернуть голову в сторону начальника И одновременно опустить шашку вниз Лезвием влево так, чтобы острие клинка Было правее правого носка Подожди, это же практический вопрос Покажи, как это делается Вот так, на счет Раз, два, три, четыре И на счет пять шашку ножны Молодец Что-то подозрительно, он все знает Билет? Может, у комиссии имеются вопросы? У меня есть один вопрос Прошу Камалу Скажи мне, дорогой Камал Как спасся в газовую атаку Баттер? Это что за вопрос? Мы с ними такие вопросы не изучали Камалу Камал молчит, потому что не знает А я знаю Баттер помочил полу шинели И приложил к носу И так спасся Здравствуй Здравствуй Здравствуй, Камал Здравствуйте всем Здравствуй, Ладо Сиди, сиди, Концемир Здравствуй Спасибо Нехорошо скрывать, Дадо Нехорошо А что я скрываю? Но ведь никто в селении не знал Что? Говори ясней Нехорошо скрывать Но, Шилы, как говорят, в мешке не утаишь Не каждый в нашем селении получает письма от самого министра А-а-а Аа-а А, министра Я же говорил, что он напишет Он знает, кто такие Дадо, Ладо и Концемир А почему бы он не ответил? Читай 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 Вспомни Дорогие фронтовики Вот видите Он тоже написал Дорогие А, я же говорил Дальше читать? Читай. Вы знаете, в нашей стране почитают старость. При всем уважении к вам, вам и вас с большой буквы. Он нас знает. При всем уважении к вам, я не могу дать вашим внукам отсрочку. Но вы правы. В современной армии нужны как физические, так и морально подготовленные люди. Благодарю за содействие армии. Вот это да. Министр написал. Надеюсь, внуки не подведут вас. С уважением, министр. Ну что ж, пусть так и будет. Ладо, отпустим их. Они сдали экзамены. Конечно, отпустим. Они вернутся к нам, и мы их доучим. Мы действительно согласны с министром. Да-да. И мы получим. И мы увидим. Мы погнали. Я не могу не попрощаться с ним. Ты что, еще не напрощался, что ли? Ты понимаешь, Дадо, это дед по отцу, а у меня еще есть дед по матери. Только после армии. Постой, ему сто лет, он никогда не был в армии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok